Когда Иисуса вели на Голгофу для распятия, было лишь несколько человек, кто поддерживал его, кто был на его стороне, а все остальные думали, что он преступник. Большинство людей в те дни, за исключением 12 апостолов и бедняков, были абсолютно уверены, что он преступник. Люди верили, что он совершал богохульство, и если бы множество людей были против распятия, то ситуация смогла сложиться иначе. Если бы все вышли на улицы и сказали, «Эй, остановитесь, Иисус не преступник». Но логика была такова, что большинство было убеждено в обратном, кроме лишь нескольких человек, которые были очень близки к Нему, кто знал Его. Кроме этих людей, все остальные были убеждены и думали, «Да, Он заслуживает этого». Даже Порес решил остаться в стороне, потому что как король он знал правду, но видел требования большинства населения казнить Иисуса. Так что он сказал, «Я умываю руки, я знаю, что Он невиновен». Но все эти люди так не считают, они думают, что Он самый страшный преступник, потому что Он оскорбляет Бога, богохульствует. И так Он был распят. Это не была небольшая группа, которая считала Иисуса плохим. Это было большинство людей, думающие, что Он совершил богохульство и что Он не имеет права жить. Только представьте, сколько негатива создала эта ситуация во всём Иерусалиме. Весь Иерусалим был окутан таким тамосом, невежеством. Было лишь несколько человек, которые были очень близки к Иисусу, но их голоса было просто невозможно расслышать. Они подавлялись толпой, и им пришлось быть молчаливыми свидетелями. А некоторые даже убежали, ушли и скрылись от этой бури осуждения, которая последовала. Так что здесь всё дело в интеллекте, в том, как интеллект воспринимает. Много позже, по происшествии долгих лет, люди смогли осознать, что они были одурманены негативом. Но тогда уже было слишком поздно. Так Иисуса распяли. Именно поэтому, когда Он был на кресте, то сказал, «Они не ведают, что творят. Простите им их деяния». Почему Он так сказал? Потому что Он знал, что облако негатива затмило им глаза. Знаете, это как психология толпы. Стадное чувство проникает вам в голову. Поэтому Он говорит, «Они не понимают, они хорошие люди. Они сами не знают, что собираются сделать. Их просто охватил туман негатива. Простите их, они не ведают, что творят». И затем Он сказал, «О, Отец мой Небесный, неужели ты покинул Меня? Потому что Я посвятил Себя только благости, чистому сознанию. И почему же оно не противостоит? Почему невежество берёт вверх?» И Он сказал, «Отец Небесный, неужели ты покинул Меня?» Это был вопрос. В конце концов, мир ценит людей, которые отличают ложное от истинного. Поэтому те, кто его обвиняли, позже смогли осознать ошибку. Так случается в этом мире. Поэтому я говорю, что никогда не будьте осуждающими. Не судите, пока не будете уверены, до тех пор, пока не погрузитесь глубоко в какой-то вопрос. Имейте своё мнение. Я не говорю, что вообще нельзя этого делать. Имейте своё мнение, но не судите. Просто поместите идеи в свою голову и поразмыслите об этом. Ваше восприятие сегодня одно, а завтра может быть другим. Я никогда не делаю окончательного заключения, пока не выслушаю обе стороны конфликта. Иногда ко мне приходит муж и что-то рассказывает. А потом немного позже приходит жена и говорит что-то ещё. Точно так же свекровь приходит и рассказывает историю, а позже приходит невестка и рассказывает совсем иначе. Я никогда не выношу вердикт. Я просто выслушиваю всё, а затем принимаю моё собственное решение. Вот как, я думаю, нам всем следует поступать. Мы не должны быть импульсивными, торопливыми в принятии осуждающих решений. Сталкиваясь с необходимостью оценивать что-то, углубитесь в этот вопрос. И ещё, знаете, имейте сострадание в своём сердце. Понимаете? Если у нас нет сострадания, мы перестаём быть людьми. Что скажете, разве не так? Если мы не можем сочувствовать, то не можем называться людьми. Продолжение следует... Продолжение следует...